Комиссар Европейского Союза по внутренним делам Ильва Йоханссон встретилась с главой Министерства внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Встреча была посвящена вопросам помощи украинским беженцам и гуманитарному разминированию. По итогам визита Миграционные службы Украины и Евросоюза подписали документы о сотрудничестве. Также комиссар Йоханссон подчеркнула, что ЕС оказывает дополнительную помощь украинским переселенцам из регионов, охваченных войной. Да, конечно, существует много потребностей. Уже 4 миллиона украинцев получили этот статус временной защиты ЕС. И, конечно, у них разные потребности. И сейчас мы уже переключились с неотложной помощи на оказание помощи в образовании детей, поиске жилья и бытовых проблемах. Но, конечно, среди всех них есть и те, кто нуждается в особой помощи, психологической поддержке. Есть ряд случаев переселенок, которые были изнасилованы. Они тоже нуждаются в особенной помощи. Но, в целом, тенденция идет к тому, что мы переключаемся от таких неотложных вопросов к проблеме образования, жилья и рынка труда. Первые 136 человек уже эвакуированы из Донецкой области. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он также поделился подробностями процесса обязательной эвакуации гражданских лиц из региона. Давайте услышим. Были забронированы специальные поезда для того, чтобы можно было перевозить людей, которые согласятся эвакуироваться. Я подчеркиваю, что в этом случае это обязательная эвакуация для ряда районов восточных областей Украины. Сейчас у нас задействованы все наши основные службы. Это государственная служба по чрезвычайным ситуациям, спасатели, которые помогают передвигаться. Потому что очень много людей – это люди с инвалидностью, которые не могут сами передвигаться или которым сложно передвигаться. Это также семьи с детьми, которым помогают передвигаться. Также задействована национальная полиция, которая обеспечивает переезд людей из населенных пунктов, которые эвакуируют до станции. Напомним, сегодня началась обязательная эвакуация гражданских лиц из Донецкой области. Государство проводит ее в связи с приближением отопительного сезона, к которому регион не готов из-за ущерба гражданской инфраструктуре. Всего по подсчетам координационного штаба покинуть область должны 250 тысяч украинцев.